Старение неизбежно, но то, как вы будете стареть, полностью зависит от вас. Некоторые мужчины после 40 лет начинают терять мышцы, энергию и драйв, в то время как другие остаются сильными, энергичными и полными жизни до 70, 80 и более лет. Я видел мужчин в возрасте 90 лет, которые так же бодры, как и мужчины в возрасте 50 лет, и мужчин в возрасте 40 лет, которые выглядят и чувствуют себя так, как будто им за 90. В чем разница? Это неудача, это наука. Те, кто понимает движущие силы старения и дает им отпор, остаются молодыми и энергичными, в то время как другие позволяют времени взять свое. Сегодня я покажу вам, как замедлить старение, предотвратить потерю мышечной массы, повысить энергию и даже поддерживать высокий уровень тестостерона. И все это с помощью научно доказанных стратегий. Мы разберем все шаг за шагом, от силовых тренировок и оптимизации гормонального фона до питания и ежедневного движения. Если вы хотите в 70 лет чувствовать на 30, это видео для вас. Почему старение неизбежно, но поддается контролю? Старение – одна из тех вещей, которых мы не можем избежать. Это часть человеческого бытия. Но вот в чем загвоздка. Хотя мы не можем остановить время, нам абсолютно подвластно то, насколько хорошо мы стареем. Некоторым людям уже за 60 или 70, а они все еще чувствуют себя такими же энергичными и сильными, как и в 30 лет. Другие начинают разрушаться в 40 лет, теряют мышцы, энергию и мотивацию. В чем же разница? Дело не только в генетике, а в том, чтобы понять научные основы старения и сделать разумный выбор. Подумайте об этом так. Итак, старение – это не просто возраст, а то, как со временем меняются ваши клетки, гормоны и метаболизм. Наука доказала, что некоторые факторы ускоряют старение, например, неправильное питание, отсутствие физических упражнений, стресс и воспаление. Но знаете что? Всеми этими факторами можно управлять. Например, исследования показывают, что силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы, голодание уменьшает воспаление, а хороший сон повышает уровень тестостерона. Вам не нужны модные таблетки или дорогостоящее лечение, достаточно лишь постоянных здоровых привычек. Правда в том, что старение не означает, что вы становитесь слабее или больнее. При правильном подходе вы сможете оставаться стройными, сильными и полными энергией до глубокой старости. И поверьте, никогда не поздно начать. Будь вам 30, 40 или даже 60. Каждый позитивный шаг, сделанный вами сегодня, окупится завтра. Так что давайте разберемся, как именно вы можете взять под контроль процесс старения и оставаться молодым и сильным всю жизнь. Какие примеры показывают, что старение может быть хорошим или плохим? Позвольте мне нарисовать вам картину. Представьте себе двух мужчин в возрасте 70 лет. Один из них ходит в походы, играет в теннис и поднимает тяжести в тренажерном зале. Он выглядит подтянутым, легко двигается и излучает энергию. Другой мужчина хрупкий, с трудом ходит и большую часть времени проводит сидя. Оба они одного возраста, но не могут быть более разными. В чем же разница? Первый парень не полагался на удачу. Он построил свое здоровье благодаря постоянным усилиям. Он отдавал предпочтение силовым тренировкам. Ел продукты с высоким содержанием питательных веществ и справлялся со стрессом. Второй парень позволил вредным привычкам догнать себя. Плохое питание, бездействие и пренебрежение к своему телу. Урок прост. Ваш выбор имеет значение. Даже если вы годами вели малоподвижный образ жизни или вели нездоровый образ жизни, никогда не поздно изменить ситуацию. Исследования показывают, что начало силовых тренировок или улучшение рациона в любом возрасте может обратить вспять некоторые эффекты старения. Мышечная масса может быть восстановлена. Гормоны сбалансированы, а воспалительные процессы уменьшены. Старение – это не прямой спад. Это процесс, который вы можете регулировать. Так, какой путь вы хотите выбрать? Почему так важно понять науку о старении? Дело вот в чем. Знание дает вам силу. Если вы не понимаете, почему ваше тело меняется с возрастом, вы не будете знать, как ему противостоять. Например, знаете ли вы, что после 30 лет уровень тестостерона снижается примерно на 1% в год? Или что хроническое воспаление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака? Понимание этих процессов поможет вам принимать более разумные решения. Вместо того, чтобы чувствовать себя беспомощным, вы можете предпринять активные шаги, чтобы защитить себя. Наука показывает, что именно работает. Силовые тренировки укрепляют мышцы, что поддерживает метаболизм на высоком уровне и защищает от травм. Пост запускает процесс аутофагии, в ходе которого организм очищает поврежденные клетки и восстанавливает новые. Правильный сон повышает выработку тестостерона и гормона роста. Когда вы знаете, почему что-то работает, вы с большей вероятностью будете придерживаться этого. Именно поэтому я объясняю вам научные факты, чтобы дать вам инструменты для контроля над процессом старения. Как ваш опыт врача или эксперта объясняет старение? Будучи врачом скорой помощи, я видел все это. Пациентов в невероятной форме и тех, кто потерял здоровье. Скажу вам, что контраст разительный. Парни, которые уделяют первостепенное внимание фитнесу и питанию, как правило, быстрее восстанавливаются после травм и болезней. С другой стороны, те, кто пренебрегает своим телом, часто сталкиваются с такими предотвратимыми проблемами, как ожирение, диабет или хронические боли. Дело не только в том, чтобы хорошо выглядеть, но и в том, чтобы быть способным, когда жизнь бросает вам вызов. Мое военное прошлое также научило меня важности стойкости. Сохранять физическую и психическую силу – это не факультатив, а необходимость. Будь то перенос тяжелого снаряжения во время миссий или восстановление после интенсивных физических нагрузок, ваше тело должно быть готово. Этот же принцип применим и к повседневной жизни. Вы не инвестируете в свое здоровье сейчас, вы заплатите за это позже. И поверьте, гораздо сложнее устранить проблемы, чем предотвратить их. Что вы видели на практике, что подтверждает влияние образа жизни на старение? Работая в скорой помощи, я заметил четкие закономерности. Люди, которые ведут активный образ жизни и правильно питаются, быстрее восстанавливаются после операций или несчастных случаев. В то же время у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, восстановление занимает больше времени и сопровождается большим количеством осложнений. Несовпадение – это биология. Мышечная масса, гормональный баланс и общая физическая форма играют огромную роль в том, насколько хорошо ваше тело справляется со стрессом. Возьмем, к примеру, тестостерон. Низкий уровень тестостерона приводит к потере мышечной массы, набору жира и усталости. Но парни, которые поднимают тяжести, едят пищу, богатую белком, и справляются со стрессом, обычно поддерживают высокий уровень тестостерона естественным образом. Эти наблюдения полностью совпадают с результатами научных исследований. Движение, питание и отдых – это не просто слова, а важнейшие компоненты здорового старения. И что самое приятное? Вам не нужно модное оборудование или экстремальные меры. Простые последовательные привычки делают все возможное. Почему зрители должны доверять вашим советам? Я здесь не для того, чтобы что-то продать, а для того, чтобы поделиться фактами. Все, что я говорю, подкреплено доказательствами и реальным опытом. Кроме того, я сам прошел через этот путь. Балансировать между сложной карьерой, семьей и личным. Здоровьем нелегко, но я понял, что работает. Если я могу это сделать, то сможете и вы. Поверьте, не ракетостроение – это практические советы, которым может следовать каждый. Моя цель – дать вам знания, чтобы вы могли принимать взвешенные решения о своем здоровье. Зачем напоминать зрителям, что не медицинский совет? Здоровье глубоко, индивидуально. То, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Именно поэтому я всегда рекомендую проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить серьезные изменения. Ваш организм уникален, и профессиональное руководство гарантирует, что вы делаете то, что лучше для вас. В то же время, я хочу вооружить вас знаниями, чтобы вы могли задавать правильные вопросы и взять на себя ответственность за свое здоровье. Какие риски возникают, зрители не проконсультируются с врачом, прежде чем изменить свой распорядок дня. Если вы начнете интенсивные тренировки или радикальные диеты без консультации с профессионалом, это может привести к обратным последствиям. Например, человек с недиагностированными проблемами с сердцем может слишком усердствовать и попасть в беду. Аналогично, экстремальное голодание может навредить людям с определенными заболеваниями, такими как диабет или низкое кровяное давление. Даже такая простая вещь, как начало приема новой добавки, может взаимодействовать с лекарствами, которые вы уже принимаете. Безопасность превыше всего, поэтому я всегда рекомендую проконсультироваться с медицинским работником. Он поможет подобрать рекомендации в соответствии с вашими потребностями и убедиться, что вы на правильном пути. Почему наращивание мышц называют страховкой от старения? Мышцы нужны не только для того, чтобы хорошо выглядеть на пляже. Это основа вашего тела, позволяющая оставаться сильным, работоспособным и здоровым с возрастом. Подумайте вот о чем. Каждый килограмм набранных вами мышц – это как щит от старения. С возрастом ваше тело естественным образом начинает терять мышечную массу. Этот процесс называется саркопенией. Если не принимать никаких мер, то после 40 лет вы будете терять около 3-5% мышечной массы в десятилетие. Это не только косметическая проблема, но и функциональная. Меньшее количество мышц означает замедление метаболизма, ослабление костей и снижение уровня энергии. Это также повышает риск травм и усложняет выполнение повседневных задач. Силовые тренировки меняют эту тенденцию. Когда вы поднимаете тяжести или выполняете упражнения на сопротивление, вы даете сигнал своему телу сохранять и даже наращивать мышцы. Это оказывает влияние на ваше здоровье. Например, мышечная ткань сжигает больше калорий в состоянии покоя, чем жировая. Поэтому наличие мышц поддерживает метаболизм на более высоком уровне. Это также улучшает чувствительность к инсулину, снижая риск развития диабета второго типа. Кроме того, исследования показывают, что силовые тренировки повышают уровень цестостерона, который с возрастом снижается естественным образом. Одним словом, наращивание мышц – это не только эстетика, но и защита вашего тела изнутри. Самое приятное – вам не нужно проводить часы в спортзале. Несколько целенаправленных занятий в неделю могут принести огромную пользу. Сложные движения, такие как приседания, жимы и подтягивания, особенно эффективны, потому что задействуют сразу несколько групп мышц. Эти упражнения стимулируют рост мышц, улучшают подвижность и даже улучшают работу мозга. Так что если вы хотите оставаться молодыми и сильными, силовые тренировки не являются чем-то необязательным. Они необходимы. Что происходит с телом, если игнорировать силовые тренировки после 40? Если после 40 лет вы игнорируете силовые тренировки, ваше тело начинает разрушаться быстрее, чем восстанавливаться. Потеря мышечной массы ускоряется, а метаболизм замедляется. Это создает порочный круг. Меньше мышц, меньше сжигаемых калорий в состоянии покоя, что приводит к набору жира. Набор жира, в свою очередь, усиливает воспаление и гормональный дисбаланс, что еще больше ускоряет процесс старения. Но дело не только в весе. Потеря мышц влияет на осанку, равновесие и подвижность. Такие простые задачи, как переноска продуктов или подъем по лестнице, становятся сложнее. Ваши кости также слабеют, потому что во время физических упражнений мышцы натягивают кости, стимулируя их плотность. Без этого стимула риск переломов возрастает. И давайте не будем забывать об уровне энергии. Меньше мышц, меньше выносливости. А значит, вы будете чувствовать себя вялым и немотивированным. Хорошие новости. Начать никогда не поздно. Исследования показывают, что даже люди в возрасте 70 и 80 лет могут восстановить мышцы с помощью последовательных силовых тренировок. Главное – последовательность. Начинайте медленно, уделяйте внимание правильной форме и постепенно повышайте интенсивность. Ваше будущее будет вам благодарна. Почему потеря мышц ускоряет старение? Мышц не просто меняет ваш внешний вид. Она меняет работу вашего организма. Вот почему. Мышцы – это метаболически активная ткань. Она сжигает калории, поддерживает суставы и помогает регулировать гормоны. Когда вы теряете мышцы, ваше тело становится менее эффективным во всех этих процессах. Например, замедленный метаболизм облегчает набор веса, особенно в области живота. Жир на животе – это не просто некрасиво. Он вырабатывает воспалительные химические вещества, которые повреждают клетки и повышают риск заболеваний. Мышцы также играют роль в выработке гормонов. Тестостерон, например, тесно связан с мышечной массой. Когда вы теряете мышцы, уровень тестостерона падает, что приводит к усталости, низкой мотивации и даже депрессии. Кроме того, слабые мышцы снижают устойчивость и координацию, повышая риск падений и травм. А если вы получили травму, восстановление занимает больше времени, потому что организму не хватает ресурсов для самовосстановления. Одним словом, потеря мышц запускает цепную реакцию, которая ускоряет старение. Но верно и обратное. Наращивание мышц замедляет старение. Это все равно, что нажать кнопку паузы на часах. Если вы хотите оставаться сильным, подвижным и полным энергии, отдавайте предпочтение силовым тренировкам. Это самое близкое к фонтану молодости средство. Какие упражнения наиболее эффективны для сохранения мышечной массы? Когда речь идет о сохранении мышц, не все упражнения одинаковы. Комплексные движения – это золотой стандарт, потому что они воздействуют сразу на несколько групп мышц, обеспечивая максимальную отдачу. Приседания, например, прорабатывают ноги, корпусы и спину. Дедлифты задействуют всю заднюю цепь – сухожилия, ягодицы и нижнюю часть спины. Отжимания и жим лежа задействуют грудь, плечи и трицепсы, а подтягивания укрепляют спину и бицепсы. Эти упражнения не просто эффективны, они еще и функциональны. Они имитируют реальные движения, такие как подъем, толкание и тяга, что делает их невероятно практичными. Например, умение приседать с хорошей формой поможет вам легко садиться и вставать со стульев. Дедлифтинг укрепляет спину, поэтому вы сможете переносить тяжелые предметы, не напрягаясь. Функциональная сила переходит в повседневные возможности. Как часто вы должны тренироваться? Старайтесь тренироваться не менее трех-четырех раз в неделю, уделяя особое внимание прогрессирующей перегрузке. Это означает постепенное увеличение веса или сопротивление с течением времени. Ваши мышцы адаптируются, становясь сильнее. Не беспокойтесь о том, что вам нужен абонемент в спортзал. Вы можете использовать упражнения с весом тела, резинки или даже бытовые предметы. Например, кувшины для воды, чтобы увеличить сопротивление. Главное – постоянство. Регулярно посещайте спортзал, бросайте себе вызов и наблюдайте, как преображается ваше тело. Почему комплексные упражнения лучше изолированных? Комплексные упражнения лучше всего подходят для одновременной проработки нескольких суставов и групп мышц. Это не только экономит время, но и стимулирует рост мышц и выброс гормонов. Например, приседания задействуют ваши квадрицепсы, подкаленные сухожилия, ягодицы, икры и сердечник. И все это в одном движении. Сравните это с разгибанием ног, которые изолируют только ваши квадрицепсы. Хотя изолирующие упражнения имеют свое место, они не так эффективны для развития общей силы и функциональности. Еще одно преимущество комплексных движений – их воздействие на центральную нервную систему. Такие упражнения, как жим лежа и жим над головой, требуют координации, баланса и концентрации внимания, что улучшает нервно-мышечные связи. Это приводит к улучшению атлетизма и подвижности. Кроме того, благодаря своей интенсивности, комплексные подъемы сжигают больше калорий во время и после тренировки. Больше сожженных калорий означает лучшую потерю жира и улучшение композиции тела. Наконец, комплексные упражнения можно масштабировать. Независимо от того, новичок ли вы, использующий только вес тела, или продвинутый атлет, перемещающий тяжелые штанги, эти движения могут расти вместе с вами. Они универсальны, эффективны и необходимы всем, кто серьезно настроен оставаться сильным и молодым.